МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дернуть детей сезон кутанам! Дернуть детей сезон кутанам! Можно вас спросить, откуда вы приехали? Прямо иди сюда! А почему вы не хотите с нами разговаривать? Может, вы нам расскажете, откуда вы и зачем вы здесь? Просто прохожу. Я против усыновления детей другими государствами. Я не против Америки или какого-то другого государства. Просто Россия – это действительно великая держава. И стыдно отдавать своих детей. А почему нужно мешать американцам, которые хотят усыновить, и которых российские люди не усыновляют? Российские? Российские тоже усыновляют? А те, которых не усыновляют? Например, там тяжелобольные дети. Тяжелобольные? Надо здесь их расти, здесь за ними следить. А как, по статистике, то есть большинство просто не доживает до совершеннолетия? Причем статистика, не статистика? Ну, прошел просто посмотреть, поговорить. Ну, вы считаете, что это официозное мероприятие какое-то, и тут основное количество людей согнали как-то насильно? Вы так думаете? Да, естественно, потому что там, например, идут администрации, химки полным составом, я не знаю, там бабушки штук сто. В общем, все как в старые добрые советские времена. Вы из Брянска, а вы учитесь, работаете? Учимся. А где вы учитесь? В РГТУ. В РГТУ? А как вас организовали вашу поездку? Я не помню. Как организовали нашу поездку? Я не знаю, не могу. Мы сюда приехали с целью, что хотели принять участие в этой акции, в митинге, посвященной протесту всех заинтересованных и небезразличных людей к ведению ювенальной юстиции в России и к судьбе российских сирот, и вообще к судьбе российских детей в целом. Ступинский район пригласил сюда. Ступинский район в лице кого? В лице молодежного, можно сказать, сообщества РАД. Вот наш флаг. Чем оно занимается, это общество? Ну, мы, можно сказать, пропагандируем, вообще, я не знаю, как сказать. Образование, спорт, добрые дела. Откуда приехали? С Одинцовского района. Вы учитесь где-то? В училище. В каком училище? Есть училище 18-е в Одинцово. По какой специальности? Сварщик. Что вам объяснили, сказали, что здесь будет происходить? Нам сказали, что здесь будет проводиться марш в защиту детей России. А в чем его суть, вы можете объяснить? Ну, это как подтверждение того, что Россия не все равно на своих детей, что действительно каждый ребенок дорог России, и что Россия следит за действиями, так сказать. Я считаю, что не надо прям совсем запрещать усыновление, но я считаю, что нужно сделать какие-то законы, чтобы граждане, допустим, Америки выполняли наши законы по усыновлению наших детей. Не следят, что происходит с этим ребенком, они забывают про них. Из-за этого их убивают и мучают детей. Ну, а вы считаете, что это какое-то массовое явление, что детей убивают и мучают за границей усыновленных? Ну, думаю, да. На чем основана ваша уверенность? Откуда вы черпаете эту информацию? Из своей головы и просто из исхода всей ситуации. Не надо так меня близко снимать. Где вы учитесь? Училище. Да, повар. А вы? Тоже. А вы? Тоже. Для вас участие в этом акции, в этом мероприятии, это что значит? Ну, что это значит? Защита детей, защита себя. Наверное, как-то так. Чтобы всякого такой пакости всякой не было. Чтобы дети были счастливы, у них было много друзей, хорошие семьи. Чтобы они погибали в плохих семьях, которые усыновляют. А вы сами счастливы? Мы? Ну, как сказать? Да. В каком-то смысле, да, в каком-то нет. Мы с друзьями собрались, то есть тоже на выходных делать нечего нам, да, гуляем тоже. Решили съездить на массовое мероприятие, то есть, да, повеселиться, не знаю, с друзьями. Сейчас пойдем погуляем по Москве. Ну, вы повеселились нормально? Да, нам очень понравилось. У нас очень радостное ощущение, когда мы увидели, что действительно людей очень много. Действительно, это единомышленники. Действительно, это не те люди, которых пригнали куда-то, зачем-то. А они сами пришли. Это очень приятно. Построили Россию как криминальное государство. То есть, по сути дела, власть в России принадлежит криминальным кругам. Понимаете? Знаете, мне удивительно слышать ваши слова именно вот здесь и сейчас, в этот момент. Потому что здесь представители правящей партии, а вы их критикуете нещадно. Дело в том, что я сам являюсь членом Единой России. А, даже так? Да. И я вступил в Единую Россию в 2004 году, когда нас, по сути дела, были единицы. Понимаете? И мы видели в этой партии действительно народную опору и защиту. Но с тех пор партия, я бы сказал, мимикрировала. Вы вступили в Единую Россию уже, можно считать? Сейчас мне бабушке старшего поколения подарила свой шарф, когда они стоят, вот как раз мне подарили. Вот. Сейчас я пришелся по своему зову, вот, отстоять интересы российских детей. Почему? Потому что, знаете, я сам из Подмосковья, у нас там есть детский дом. И мы к ребятам очень часто ездим, там, акции всякие делаем, разные социальные направленности. И я вижу то, как они нас воспринимают, да, как живут. Я же хотел, чтобы они жили лучше. Меня возмущает Европа. Русские дети не рабы Европы. Так Европа, что у нас детей отбирает? У меня в семье пятеро детей, один усыновленный из детдома. Но я тоже боюсь, что ко мне могут прийти и забрать детей. Погодите, значит, вы протестуете на самом деле здесь против работы органов опеки? Да, которые направлены на то, чтобы не помочь людям, а чтобы забрать и передать быстрее в другие руки. Я боюсь за своих детей, что у меня их заберут. Ну, вы знаете такие случаи, когда необоснованно забирали детей? Я знаю, это часто приводит, когда малобеспеченные семьи к ним приходят, смотрят, что там в холодильнике нет бананов или персинов. И ставят вопрос об изъятии. У нас в Питере у матери с четырьмя детьми отобрали всех детей, потому что у нее были долги по квартплате. И поэтому я представляю, что это может дальше усиливаться с новыми законами. Солнечный мальчик, солнечный сырочек, мать и веселые, пуговский дом. Видно на счастье, встречу назначен, он готовит тебя на тренинг.